Детектор токсичности ВКонтакте Детектор токсичности ВКонтакте Детектор токсичности ВКонтакте Для этого они рассчитывают специальный индекс цифровой культуры для каждой страны И вот здесь на слайде представлена карта с раскрашенными странами Это результаты исследования 2021 года Здесь синий цвет обозначает низкое значение индекса Красный цвет — высокое значение индекса А, соответственно, и высокий риск подвергнуться агрессивному обращению в интернете Как мы видим, у России все не очень хорошо Здесь есть еще таблички Страна, значение индекса и место в рейтинге Россию можно найти вот в этой табличке Она занимает 21 место всего в рейтинге 22 страны Конечно, хочется с этим что-то делать Хочется как-то регулировать количество токсичного контента в интернете Во-первых, чтобы беречь психологическое здоровье пользователей Во-вторых, чтобы ограничить детей от оскорбительного контента Помимо таких идеологических причин Есть, конечно, еще чисто бизнесовые причины Есть интернет-площадки, которые изначально создавались Для обмена мнением, общения, образования Но со временем они могут наполняться агрессивным контентом И это может отпугивать часть аудитории Которой этот контент неприятен И для этого, чтобы не терять аудиторию Мы можем хотеть как-то регулировать количество такого контента У нас даже может быть модерация, которая просматривает этот контент вручную Удаляет неподходящий И мы можем это делать автоматически Конечно, мы не заменим полностью модерацию Но мы можем снизить поток контента, приходящий ей на обработку вручную Отбросив какие-то совсем тривиальные случаи Примерно такие цели мы преследуем ВКонтакте Мы хотим снизить поток жалоб поступающей модерации Мы хотим ранжировать оскорбительные комментарии в ленте Таким образом, чтобы тактичные комментарии занижались И не отпугивали никого сразу же С той же целью хотим добавить функциональность Которая бы позволяла авторам сообществ Включить фильтр оскорбительных комментариев Который бы удалял их совсем Это нужно, например, если целевая аудитория сообщества — дети Или если мы хотим в целом снизить негативный настрой в сообществе Стоит сказать, что видов токсичности есть много Это может быть оскорбление Это могут быть угрозы Это могут быть призывы к суициду Призывы к насилию Какая-то общая токсичность Харрасмент И мы хотим для разных задач Разные случаи различать В каждом из этих видов есть своя специфика Свои сложные случаи Но помимо сложности с разнообразием видов токсичности Есть еще сложность, связанная с величием и могуществом русского языка А именно связанная с тем, что одно и то же слово в разных контекстах Может иметь совершенно разные значения И если мы одно и то же слово переместим в другой контекст Оно сразу поменяет окраску И сделает весь комментарий токсичным Вот здесь на слайде вы можете видеть примеры Например, жирный творог Ты жирный Упоминание солиста нирваны И призыв к суициду Он утонул в море слез, чтобы он утонул Вскрыть карты, вскрыть вены Большой синий кит Синий кит в 4.20 То есть мы не можем принимать решение о токсичности комментария Только по каким-то конкретным словам Нам очень важно учитывать и контекст этих слов Это хорошо позволяет делать модели машинного обучения Именно в нашем случае классификаторы Стоит сказать, что в своем докладе я буду говорить только про нейросетевые подходы Потому что они показывают лучшие метрики обычно в задачах, в НЛП-задачах Мы говорим про задачу классификации Бывают два типа классификации Мультикласс, когда у нас каждому объекту сопоставляется только одна метка класса Или мультилейбл, когда у нас объекту может сопоставляться несколько классов Все классификаторы устроены примерно одним и тем же образом У нас есть токенизированный текст К каждому токену мы сопоставляем вектор эмбеддинга Дальше эти эмбеддинги передаем вот этой зеленой коробочке, которая называется нейронная сеть Она нам выдает векторное представление текста Мы скармливаем его линейному слою так, чтобы выходная размерность соответствовала количеству классов И выхода линейного слоя или логиты мы передаем функции softmax, которые нам выдает вероятностное распределение И решение о принадлежности к какому-то классу мы можем принять на основе класса с наибольшей вероятностью На самом деле классификатор для решения задачи мультилейбл классификации устроен точно так же За исключением того, что в нем мы от логитов считаем функцию сигмоиды независимой для каждого класса То есть на выходе мы получаем n вероятностей, принадлежности к каждому из классов И они считаются независимыми друг от друга Мы можем сказать, что мы решаем n независимых задач бинарной классификации В качестве вот этой зеленой коробочки можно использовать разные архитектуры Но наиболее эффективным и часто использующимся подходом является использование Берта Давайте так и сделаем, возьмем за основу классификатора Берт Спасибо за внимание, у меня все Конечно же на этом можно было бы закончить Но я хочу поделиться нашим опытом внедрения Берта Для решения задач классификации токсичных комментариев Я расскажу о том, какие модели использовались до Берта Какие трюки мы применили к Берту Какие данные мы использовали И что у нас в итоге получилось До Берта была довольно простая модель на основе BLSTM К выходам BLSTM применяется функция attention Которая рассчитывается по формуле на слайде То есть мы применяем к выходам матричное умножение Потом применяем нелинейность в виде гиперболического тангенса Еще одно матричное умножение Сглаживаем все это с помощью функции softmax Умножаем на выходы BLSTM Полученный тензор вытягиваем И скармливаем в линейный слой Дальше все как обычно, как я рассказывал Почему мы решили перейти на Берта? Собственно потому, что у нас появился Берта Обученный на нашем домене На большом количестве комментариев из публичных сообществ Также на русской Википедии и на большом корпусе русских книжек Преимущество у предобученного Берта Это то, что он лучше генерализован То есть в нем заложено гораздо больше информации о языке О контексте слов И даже если изначально он учился решать не нашу конкретную задачу То нам будет гораздо легче его зафантюнить Под задачу классификации токсичных комментариев Потому что в нем уже содержатся знания о большом количестве токенов и их контекстов Ну также преимуществом Берта является то, что он обрабатывает набор токенов Не последовательно, как это делает BLSTM А параллельно, то есть при одинаковом количестве весов Он будет быстрее обучаться Как я уже сказал, что Берт изначально не учится под нашу конкретную задачу А нам нужно как-то его под нашу задачу все-таки зафантюнить Есть множество способов, как это можно сделать Я расскажу про два самых популярных Первый — это замораживаем веса Берта Обучаем только веса линейного слоя В таком подходе нам нужно обучать только одну матричку Поэтому это обучается быстро Но метрики получаются хуже Хуже получаются они по сравнению со вторым подходом Когда мы обучаем все веса И Берта, и линейного слоя У такого подхода метрики лучше Потому что такой подход имеет большую выразительность То есть мы веса самого Берта смещаем в сторону нашей задачи И учим Берта понимать какую-то информацию о токсичности текстов И выдавать нам векторное представление текста Уже более адаптированное под нашу задачу Минусы такого подхода — то, что он долго учится И слабая гибкость к добавлению логики Что я здесь имею в виду? Предположим, у нас уже есть классификатор, который умеет детектить какие-то виды токсичности Допустим, общую токсичность и угрозы К нам пришли с задачей Хотим добавить новый вид токсичности А у нас уже завязана какая-то логика на выходах старой модели Написан бэкэнд, подобраны пороги Нам нужно добавить новый вид токсичности Понятно, что мы никак не хотим портить или менять выходы старой модели Что мы будем делать в случае, если мы обучаем все веса Берт и линейный слой? Мы просто для каждого нового вида токсичности можем обучить отдельный Берт Понятно, метрики будут хорошие Но это очень затратно по ресурсам Потому что в Берте очень много весов Отдельный Берт весит порядка 450 мегабайт Нам нужно каждый Берт где-то хранить Чтобы получить скорые для каждого класса Для одного комментария Нам нужно этот комментарий прогнать через все Берты Понятно, что это также очень затратно по времени Поэтому мы выбрали другой подход Когда мы учим только веса линейного слоя Но на самом деле мы поступили чуть хитрее У нас была задача детекции общей токсичности И каких-то ее подвидов На самом деле мы можем обучить Берт Не замораживая веса Решать задачу общей токсичности Таким образом мы сместим веса модели Больше в сторону нашей задачи А уже решая задачу детекции каких-то подвидов Мы можем заморозить веса Берта И просто добавлять новые головы Обучать только их Это работает хорошо Мы стали думать дальше Как можно еще соптимизировать такую модель На самом деле здесь можно избавиться От нескольких голов Заменив ее одной Тем самым мы избавимся От таких нескольких матричных умножений Будем делать только одно матричное умножение Воспользуемся для этого той идеей Что у нас выходы классификатора При решении задачи мультилейбл классификации Независимы То есть у нас выход Берта Он умножается с каждой строчкой скалярно Матрицы нашего классификатора Потом эти числа просто пропускаются через сигмоиду И мы получаем вероятность То есть предположим У нас есть модель Которая умеет детектить Н-классов К нам пришла новая задача Добавить новый вид токсичности Мы можем обучить новую голову Линейный слой Который будет состоять Из только одной строчки вектора Весов И мы можем ее просто Приконтинировать к матрице Предыдущей модели И таким образом мы получим модель Которая умеет детектить Н плюс один класс Таким образом мы получаем Только одно матричное умножение И это работает быстрее Поговорим о результатах Нам удалось почти что на 20% Улучшить значение метрики F1 По сравнению со старой моделью Старая модель у нас Инферисовалась на CPU Время обработки одного комментария Составляла 10 миллисекунд Новая модель на CPU Работает 90 миллисекунд Мы решили ее ускорить Переместили ее на GPU Более того Сконвертировали в ONX ONX это инструмент Для оптимизации нейронных сетей И время обработки одного комментария Составило 4 миллисекунды Что быстрее чем Решение с BLSTM Понятно, что никаких результатов Мы бы не добились Без правильной подготовки данных Поэтому поговорим о данных Где их брать Ну понятно Можно разметить Можно взять из интернета Мы так и поступили Для решения задачи Детекции общей токсичности Мы просто взяли готовые датасеты С соревнования Kaggle Обучили на нем модель И для наших задач Она работает прекрасно Для других задач Нам пришлось разметить Это можно делать С помощью краудсорсинга Также если у вас есть модерация Которая обрабатывает жалобы На комментарии Можно взять эти комментарии И использовать при обучении Но здесь можно столкнуться с проблемой Что все такие комментарии Относятся к позитив классу И у нас нет как такового Негатив класса Что делать в таком случае Первая идея Давайте Вот у нас есть очень много комментариев Возьмем просто какую-то случайную выборку В реальном мире Токсичных комментариев Значительно меньше Чем обычных Понадеемся Что в нашей подвыборке Их нет совсем И вот обучим На такой выборке Нашу модель Но понятно Что от шумов Никто не застрахован Нам хочется придумать Какое-то более умное решение Давайте представим Что у нас есть Классификатор Который умеет Детектить Класс общей какой-то токсичности Допустим Обученный на Open Source датасете Мы можем им воспользоваться И посчитать вероятности Принадлежности Комментариев К классу общей токсичности И использовать их В качестве негатив класса Для решения задачи Детекции какого-то Подвида токсичности Например угроз Или призыв К суициду И так далее Здесь идея заключается В том Что если у нас Вероятность Принадлежности Комментария К классу Общей токсичности Низок То тогда Скорее всего Будет низкая Вероятность Принадлежности К какому-то Подвиду Токсичности Здесь возникает Проблема В том Что модель Быстро Оверфитится И начинает Триггериться На какие-то Оскорбительные Матные слова И Она будет Детектить Любые Токсичные Комментарии Как какой-то Подвид Токсичности А мы этого Не хотим Для этого Нам хочется Показать модели Какие-то Более сложные Случаи Какие-то Нетривиальные Примеры И здесь На помощь Нам помогает Hard Negatives Смайнинг Давайте Также Воспользуемся Нашим Классификатором Детекции Общей Токсичности И отберем Комментарии Не с низким Скором А со Скором Таким Средним Примерно 0.5 То есть Отберем Комментарии На которых Наша модель Не очень Уверена Понятно Что в такой Выборке Могут Встретиться Как и Комментарии Из позитив Класса Нашей Задачи Так и Из негатив Класса Поэтому такую Выборку Нужно Провалидировать Еще вручную У нас Задача Отбора Hard Negatives Примеров Была сильно Облегчена Потому что У нас В модерацию Поступают Жалобы На комментарии Согласно Какому-то Виду Токсичности Которые Мы хотим Детектировать Автоматически И модерация Может как Принимать Эти жалобы Так и Отклонять На самом деле В качестве Hard Negatives Отлично Подходят Комментарии На которые Прилетела Жалоба Но Модерация Их Отклонила Мы взяли Такие Комментарии Смешали С комментариями На которых Классификатор Общей Токсичности Выдал Низкий Скор И 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 Как Любой Уважающий Себя ML Разработчик Мы Должны Были Задуматься Об Очистке Данных Мы Конечно же Очистили Комментарии Там Отсякого Мусора HTML Разметки Урлов Специальных Символов Каких-то Несодержательных Последовательностей Привели все К нижнему Регистру И Вот Что У нас Получилось Мы Улучшили F1 Метрику На 20% По сравнению С решением Которое У нас Работало Полгода Назад В Два С Половины Раза Уменьшили Скорость Исполнения Модели И С помощью Вот Этого Нового Решения Нам Удалось В Три С Половины Раза Снизить Поток Комментариев Приходящих В Модерацию Какие выводы Можно Сделать Вот Из Данной Работы Какие-то Советы Которые Я могу Дать Ну Понятно Конечно Что Большие Модели Позволяют Достичь Лучшего Качества Здесь Скорее Хочется Сказать Как Можно Эти Большие Модели Использовать Оптимально Затрачивая Меньше Ресурсов Трати На это Меньше Памяти Я могу Дать Такие Советы При обучении Модели Можно Замораживать Веса Берта И обучать Только Веса Линейного Слоя Если Вы Решаете Задачу Мультилейбл Классификации Можно Конкатинировать Головы При наличии Нескольких Классов Ну и Конечно Не вижу Смысла Не Конвертировать Модель Вонгс Особенно Если Вы Используете На ГПУ Так Вы Значительно Ускорите Вашу Модель Ну и Конечно Очевидные Советы Необходимо Подбирать Данные Подходящего Домена Избегать Шумов Данных И в целом Осмысленно Подходить К подбору Данных Вот У меня Все Спасибо За Внимание Вопросы Спасибо Борису А сейчас Мы Переходим К сексу Вопросов У нас Лез Рук Да У нас Лез Рук Я Бегу Здравствуйте Меня зовут Сергей Привет У меня есть Пара вопросов Небольших Скажите Вот Вы говорили Про возможные Ошибки В докладе Вот Например Когда Так скажем Комментарий Может быть Нетоксичным Но Из-за Особенности Русского Языка Там Могут Будет встречаться Слова Которые Мы можем Распознать Как будто Он Токсичный Вот И второй Случай Это Когда Например Мы Из всего Списка Вот этого Распределения Вероятности По Возможным Подвидам Токсичности Немножко Ошибаемся Например У нас Большая Вероятность Не того Вида Который Должен Был Быть У этого Конкретного Примера Вот Как Вы Такие Ошибки Отлавливаете И можете Либо Их Отловить И Второй Вопрос По сравнению С тем Положительным Эффектом Большим Которого Вы достигли Уже При внедрении Это решение Какой Все-таки Потенциальный Негативный Эффект От тех Ошибок Которые Я сейчас Сказал Мог бы Быть Или Все-таки Их Не так Много На самом Деле Берт Очень Хорошо Справляется Вот С такими Случаями Когда У нас В Токсичных Комментариях Может Не быть Токсичных Оскорбительных Слов Или Наоборот В Нетоксичных Комментариях На самом Деле Могут Быть Какие-то Матные Слова Вот Для Этого Используется Берт И механизм Занимание Он Довольно Таки Хорошо Справляется С такими Задачами По поводу Преимуществ Да Был вопрос Какие Преимущества Эффекты То есть Есть Положительный Эффект А у Любой Модели Есть Какая-то Погрешность Грубо говоря И доля Ошибок И Какое Влияние Она Оказывает То есть Конкретно В рамках Вашей Задачи С точки Зрения Бизнеса Те ошибки Как они Могли бы Потенциально Повлиять Ну На самом деле Как я Показывал Там Значение Метрики F1 Было Порядка Почти Что 90 То есть Ошибок На самом деле Очень мало Конечно же От них Никто Не застрахован Они В любом Случае Появляются Ну Да В таком Случае У нас Там Иногда Неправильно Отранжируются Комментарии В ленте Но Или Случайно Прилетит Ненужный Комментарий Модерации Это все понятно Регулируется Порогом То есть Модель Выдает Какую-то Вероятность И мы Регулируем Подбираем Правильный Порог В зависимости От того Хотим Мы пропускать Больше Фолз Позитивов Фолз Негативов И так далее Вот На самом На самом Деле Какие-то Фолз Встречаются Не часто Хорошо Спасибо 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 за доклад У меня будет Два вопроса Первый Касательно Выборки Хотелось Сначала Понять Какая Максимальная Длина В принципе Токенов Была В комментариях И если Были проблемы С бертом В плане Длины Последовательности Как вы выходили Из этой Из этой Проблемы И второй Вопрос Про выборку В принципе Вы говорили Про Большое число Негативных Примеров Когда Много Токсичной Информации В тексте Применялся Ли подход Такой Как Негатив Сэмплинг То есть Просто Случайное Сэмплирование Текста Без Токсичной Информации То есть Вы упоминали Скорее Экспертную Оценку Что это Бестоксичная То есть Иногда В модели Просто Помогает Добавление Случайной Токенизированной Выборки Применялся Ли такой Подход Это Про Выборку Если вопрос Так Первый вопрос Первый вопрос Извините Все Хорошо Первый вопрос По Максимальной Длине Ты говорил Про Длину Токенов Или Про длину Про длину В принципе Комментария Уже готов Токенизированную Длина Самого Комментария Конечно Ограничивалась 512 Токенами Ну и Конечно Мы ограничивали Длину Самого Токена Чтобы Не пропускать Какие-то Длинные Последовательности Потому что Пользователи Часто Пишут Ахахахахахахахахахаха Очень Длинные Слова Или Последовательность Из вопросительных Знаков Конечно Вот таких Несодержательных Слов Нам тоже Хотелось Отфильтровать Нашу Выборку И мы Просто Выбрасывали Какие-то Длинные Вот такие Последовательности Вот Второй вопрос Да Второй вопрос Про То что Вы Исправляли Проблему С тем Что Переобучаемся На Слишком Токсичные Тексты Вы Исправили Тем Что Добавили Экспертную Разметку Нетоксичных Текстов Пытались Либо Дополнить Просто Случайным Сэмплированием Из Нетоксичных Текстов Да Как я Сказал Может быть Я не понял Вопрос Но Как я Сказал Вот Первая Идея Была С тем Что Просто Взять Случайную Выборку В качестве Негатив Класса Просто Случайную Выборку Минус Конечно У такого Подхода Что В этой Выборке Будет Все-таки Очень Много Шумов Потому Что Туда Прилетают Токсичные Комментарии И Возможно Они будут Относиться К позитив Классу Нашей Задачи То Понятно Да Экспертная Дала Больше Спасибо И про Модель Немного Тут Это Конечно Жесткий Вопрос В принципе Вы сказали Что Применяете Линейный Слой В конце Берта А пробовали И обучали Весь Берт То есть Все Абсолютно Веса Пробовалось Ли Такой Подход Что Вы Берете Там Первые Четыре Размораживаете Слоя С конца Берта Обучаете Берете Веса Обученные И потом Размораживаете Следующие Три Слоя И конкатинируя Все эти Получаете Как бы Такие Четыре Раздельные Модели Но Каждая Из них По отдельности Учитывает Неплохо Контекст То есть Это дает Хороший Прирост В НЛП Да Я Согласен Нет Такого Эксперимента Не проводилось То есть Мы решили Замораживать Веса Берта Совсем Опять Таки По той же Причине Что Если Мы Оставляем Какие-то Слои Берта Размороженными Это Очень затратно По памяти По времени Нам нужно Хранить Для каждого Класса Токсичности Вот эти Отдельные Слои Поэтому Да Мы остановились На совсем Простом Решении Когда мы Обучаем Только головы Классификатора Понял Да Спасибо Привет Меня зовут Денис Во-первых Спасибо за доклад Было Реально Интересно Слушать Спасибо И Поправьте Меня Если я Не прав Вы Берете Последовательность Комментариев И каждое Слово Принимаете За токен И потом Эту Последовательность Токенов Отправляете В Берн Нет Конечно же Мы Обучали Токенизатор На Тренировочной Выборке Да Да И Токенизатор Вы обучали На Токсичных Тоже Словах Нет Это просто БПЕ Токенизация Ну Хорошо Вот У меня Такой вопрос Мы знаем Что у нас Наш русский язык Он великий Могуч И соединив Два токсичных Слова Мы можем Получить Третье Токсичное Слово Которое Никогда Никто Не видел Но Все Смысл Его Понимают Как Можно Выкрутиться Из такой Ситуации И Справляетесь Либо С этим Спасибо Я думаю Да Если ты Сконкортинируешь Два Каких-то Часто Использующихся Оскорбительных Слова То БПЕ Токенизация Разобьет Их на Два Токена И Модель Будет Знать Значение Вот этих Двух Токенов Я думаю Все-таки Вот эта Токсичность Выявится Я думаю Берт С этим Хорошо Справляется Хорошо Спасибо Добрый день Спасибо за Презентацию Я хотел бы Спросить Насчет Архитектуры Вы тренировали Несколько Моделей Вот БЛСТМ Притренированный Берт Потом Берт На простых На ваших Данных Куча вариантов Проводился Ли анализ Визуализации Чему Учился Берт В Таких Вот Этапах Например Типа Визуализация Оттеншина Например Да Все верно Нет Мы Не смотрели На Распределение Висов Оттеншина Нет Спасибо Мы смотрели На метрики На значение Метриков Один Пресижен Рекол Экьюрис На Значение Градиентов На какие-то Внутри На стене Смотрели Спасибо Борь У нас еще Есть вопросы Добрый день Меня зовут Маша У меня Бизнес Вопросы Первое Я предполагаю Что Токсичные Комментарии Зачастую Набирают 100-500 лайков И вы говорили Что цель Это Занижать Как быть В ситуациях Когда Токсичные Комментарии Получают 100-500 лайков А другие Меньшее количество Я задам Сразу Все вопросы Второй Вопрос Ну мы Вот как раз Таки И стараемся Бороться С тем Чтобы Ну Во-первых Нам не хочется Вводить Цензуру Совсем Вконтакте Мы просто Предоставляем Возможность Например Авторам Сообщества Отключить Токсичные Комментарии Совсем Чтобы они Фильтровались В таком Случае Конечно Их не будет Не будет 100-500 лайков На них В общем Случае Если автор Не включает Эту функцию Да Эти комментарии Занижаются Ну Да И мы надеемся Что Их будет лайкать Меньшее количество Людей Потому что Чтобы их увидеть Нужно Нажать кнопку Специальную Развернуть Показать все Комментарии Вот И Такие комментарии Тогда будут Собирать Меньшее Внимание Пользователей И Ну Меньше Лайкаться И я Ответил На вопрос Да Я даже На второй Вопрос Ответил Но у меня Есть третий Вначале Ты говорила Что Одна из целей То есть Вы предполагаете Что некоторые люди Уходят из-за токсичности А замеряли ли вы Отток По результатам Действительно Ли он снизился Потому что Возможно Там сбежали Все токсики А токсики Это была целевая Аудитория Например Это хороший Пойнт На самом деле Нет Такого мы не Измирали Но я думаю Да Действительно Стоит Такое Померить Спасибо Боря заинтересовался Будет с чем Вернуться домой В Питер Супер У нас еще есть Парочка онлайн Вопросов Да Мне кажется В оффлайне Закончились Поэтому Саша Тебе слово Во-первых Спрашивают Какие Тассеты Ты Выгружалась Кагла Для обучения Это соревнования Одноклассников По детекции Токсичных Токсичных Комментариев Да И про биморф Спрашивают Почему не использовал Биморф Не знаю Мне кажется Просто Не было Такой идеи У нас был Готовый Берт Предобученный И Использовали Его Ну Хорошо С комментарием Мы закончили С вопросами Всем спасибо С вопросами А теперь Борь Выбери Самый лучший вопрос По твоему мнению Да Кто в зале Поставил тебя Самое неудобное положение Я думаю Все-таки Это бизнесовый вопрос Прийти на Эмейл Метап С бизнесовыми вопросами Спаркс Или Персик Единорожек Или котик Вот это сейчас Обидно было Розовенький Или котик Просто Рыженького цвета Единорожка Конечно Все хотят Спаркса Спасибо, Боря За хороший доклад Продолжение следует... Продолжение следует...